Как часто в нашей жизни имеют место такие симптомы, как тошнота, изжога, боли в животе? Но обращаем ли мы на это внимание? Кто-то из нас живет в рутине, в суете ежедневных наших будней и не смотрит за своим здоровьем. Кто-то надеется на авось и думает, что пройдет само. А кто-то к своему стыду боится больниц и врачей и не обращается до последнего. И напрасно, ведь место может иметь такое сложное и коварное заболевание, которое снижает качество жизни, а порой может стоить и самой жизни. Здравствуйте, в эфире программа «Азбука здоровья». И сегодня в ней мы будем вести речь о таком непростом заболевании, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. По статистике, сегодня язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки страдает примерно 10% населения. Возникает она, как правило, в 20-30 лет. У мужчин эта патология встречается примерно вдвое чаще, чем у женщин, а заболеваемость среди жителей мегаполисов в несколько раз выше, чем среди обитателей сел. Многие думают, что язву желудка распознать просто. Если раньше у вас был гастрит и живот просто немного болел, то при развитии язвенной болезни боли должны усилиться, принять регулярный характер, сопровождаться тошнотой и рвотой. Однако, как утверждают гастроэнтерологи, язвенная болезнь может протекать и практически бессимптомно. Такой неприятности даже название придумали – немая или молчащая язва. Язва может сообщать о себе несильными болями в области эпигастрия и притворяться гастритом. Так что при любых, даже слабых, болях в животе следует заглянуть к врачу. В Витебском областном клиническом специализированном центре находится гастроэнтерологическое отделение, где проходят обследования и лечения пациенты с гастроэнтерологической патологией. Сегодня мы беседуем с врачом-гастроэнтерологом центра Косиниц Натальей Сергеевной. Обо всём по порядку. Наталья Сергеевна, что же такое язва? Язва – это хроническое рецидивирующее заболевание желудка и 12-перстной кишки, которое характеризуется образованием одного или нескольких язвенных дефектов на слизистой оболочке данных органов. Часто ли встречается данное заболевание? Данное заболевание довольно-таки распространённое. По данным статистикой, считается около 50% населения различных стран болеют данной патологией. Причём мужчины в 3-4 раза чаще, чем женщины. Существуют ли какие-то специфические признаки данного заболевания, позволяющие его заподозрить? Основным ведущим признаком данного заболевания является боль, которая обычно локализуется в верхней половине живота и околопопочной области, а также диспептический синдром, к которому относятся отрыжка, изжога, тошнота, рвота. При длительном течении заболевания развивается общая слабость, эмоциональная лоббильность. Снижение массы тела обычно отмечается из-за страха развития болей при приёме пищи. В последнее время изменился характер питания людей, изменились их пищевые привычки, поменялся сам образ жизни. Привело ли это к изменению симптоматики язвенной болезни? Да, последние десятилетия симптомы язвенной болезни изменились. Появились малосимптомные или атипичные варианты. Пациентов боли беспокоят в правом подреберье, в поясничной области, как при патологии почек, в области сердца, загрудиной, как при заболевании сердца. Также иногда язвенная болезнь протекает без болевого синдрома, только с изжогой. А у 10% населения язвенная болезнь может протекать без каких-то клинических проявлений. При развитии осложнений только выявляются данные заболевания. Ранее считалось, что язвенная болезнь – это удел людей, которые не соблюдают диету, не соблюдают режим питания, страдают вредными привычками. Как сейчас? Каковы причины язвенной болезни? Язвенная болезнь – полиэтилогическое заболевание. В ее развитии играет роль множество факторов и причин. Большинство ученых полагают, что пусковым моментом в развитии этого заболевания является нервно-психический фактор. Это сдвиги в нервной системе, которые возникают вследствие отрицательных эмоций, умственное перенапряжение, стрессов, которыми так богата жизнь современного горожанина. Также способствует развитие язвенной болезни является нарушение режима питания. Это еда в сухомятку, перекус на ходу, поздний ужин перед сном или неполноценный завтрак. Эти все факторы снижают факторы защиты желудка и развитию или обострения данного заболевания. Также способствовать язвенной болезни может быть прием нестероидных противовоспалительных средств. Нередко пациенты прибегают к их использованию при мышечных болях, болях в спине, болях в суставах. Также препараты аспирина из их числа используются для защиты от кровяных сгустков или тромбов. Систематическое употребление алкогольных напитков, курение, особенно натощак, также усиливают факторы агрессии и образованию язв. Неданное время установили, что наличие в слизистой желудке такого микроба или микроорганизма, как хеликобактер пилори, тоже нарушает защитные слои слизистой оболочки. Австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл выявили болезнетворную бактерию хеликобактер пилори еще в начале 80-х годов прошлого века. Они издали научную работу, в которой заявили, что эта бактерия является причиной гастрита. Но медицинская общественность восприняла эту теорию в штыки, обвинив ученых в недостаточной доказательной базе. Барри Маршалла такое утверждение заделал заживое, поэтому он взял и намеренно заразил себя хеликобактером. В скорости у ученого был диагностирован гастрит. Дав болезнь развиться, Маршалл принялся за лечение. Он отказался от привычных для того времени препаратов, а воспользовался антибиотиком, который уничтожил бактерию, и выздоровел. Но и этот факт не впечатлил медицинский мир. Для того, чтобы открытие было признано, потребовалось больше 20 лет и множество альтернативных исследований во всем мире. Только в 2005 году австралийцам вручили Нобелевскую премию за открытие 20-летней давности. Что нам известно про этот микроб? Он передается из человека к человеку при тесном длительном контакте, через поцелуи, общую посуду, предметы обихода или при несоблюдении правил гигиены. Когда он попадает в слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки, он нарушает ее защитный слой, вырабатывает особые ферменты, которые нарушают обменные процессы, выработку слизи в желудке, и к этому ведет образование язв. Наталья Сергеевна, заподозривая пациента язвную болезнь, какие мы можем выполнить основные и вспомогательные методы исследования, которые позволят нам достоверно поставить диагноз? На сегодняшний день главным и максимально информативным методом исследования является фиброгастрододеноскопия. Этот метод основан на ведении через рот в желудок и 12-перстной кишку специального зонда с камерой и освещения. Этот метод дает возможность увидеть язву, оценить ее размеры, глубину, а также взять кусочек слизистой на исследование или биопсийный материал. Также вспомогательным методом исследования является рентгенологическое контрастное исследование. Этот метод основан на том, что пациент выпивает контрастное вещество или баревую смесь, которая заполняет язву, и на рентгенологическом снимке мы видим подробную картину. Безусловно, в Витебском областном клиническом специализированном центре при фиброгастрододеноскопии делается быстрый уреазный тест на наличие в желудке хеликобактер пилори. Или берется слизистая или биопсийное исследование, которое отправляется на морфологическое исследование для диагностики этого микроба. К неинвазивным методам исследования относятся анализ крови на антитела хеликобактер пилори, анализ кала на антигены, и также водородный дыхательный тест на наличие уреазной активности данного микроорганизма. После проведения обследования и выставления диагноза язвенной болезни пациент может обратиться в консультативный кабинет Витебского областного клинического специализированного центра, где ему будут даны исчерпывающие рекомендации по лечению и диете. Если клиническая ситуация не позволяет пройти лечение амбулаторно, то такой пациент может быть госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение Витебского областного клинического специализированного центра, где пройдёт курс лечения. С вами была программа «Азбука. Здоровье». Будьте здоровы!